Исследования показывают, что большой обхват талии повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Даже если для вашего роста вы имеете нормальную массу тела, избыточные накопления жира в области живота значительно повышают вероятность развития всех этих заболеваний. Это связано в первую очередь с тем, каким образом наш организм регулирует свою массу. Мы привыкли рассматривать метаболизм как явление, затрагивающее наше тело в целом. Но на самом деле от работы определенных органов зависит, будем ли мы набирать или терять массу тела. Если жир сосредоточен в областях, которые влияют на наши органы, это может неблагоприятно сказываться на состоянии здоровья в целом. Выделяют два вида жировых отложений. Один из них подкожный жир, слой жировых клеток под кожей. Второй, висцеральный, окружает наши органы. Большой живот обычно формируется вследствие накопления висцерального жира, особенно у мужчин. Женщины обычно набирают лишние килограммы в области ягодиц и бедер, потому что, как считается, эволюционно более выгодно иметь дополнительные запасы жира в этой области при вынашивании ребенка. Жировые клетки брюшной полости оказывают значительное влияние на метаболизм, поскольку система кровообращения устроена таким образом, что кровь из этой области направляется прямо в печень. Все клетки выделяют в кровь продукты своего метаболизма, и адипоциты, жировые клетки, не являются исключением. Когда вы набираете лишние килограммы в области живота, эти висцеральные жировые клетки увеличиваются, и в конечном итоге они начинают выделять в кровь свободные жирные кислоты и другие молекулы, которые попадают в печень. Поскольку печень помогает контролировать уровень глюкозы в крови, эти избыточные химические сигналы наносят ущерб метаболизму. Неправильное регулирование уровня глюкозы в крови приводит к массивным всплескам уровня инсулина после еды, которые заставляют ваше тело набирать больше килограммов, что в конечном итоге может вызвать сахарный диабет. Висцеральный жир оказывает гораздо большее влияние на печень, чем на другие органы, но отложение висцерального жира в области сердца и поджелудочной железы, где производится инсулин, также могут привести к нарушению обмена веществ. Известно, что негативное влияние избыточных накоплений жира в области живота сохраняется даже после учета всех остальных факторов. Уровень жира в области печени позволяет определить, будут ли у человека в будущем проблемы с метаболизмом, даже если у него не отмечают ожирение. При этом риск в целом, по крайней мере, вдвое выше для лиц с жировыми отложениями в области талии, несмотря на нормальный индекс массы тела. Какой обхват талии считается нормальным? Конечно, как и при расчете индекса массы тела, при измерении обхвата талии необходимо учитывать рост. В целом, низкий риск развития нарушений метаболизма и связанных с ним заболеваний у женщин отмечается при обхвате талии менее 8-10 сантиметров, а высокий риск при обхвате талии более 89 сантиметров. А для мужчин это 94 и 102 сантиметра, соответственно. Хорошей новостью является то, что если вы превысили этот порог, даже небольшое уменьшение массы тела может оказать огромное влияние на риск развития заболеваний. Плохая новость заключается в том, что вы не можете целенаправленно избавиться именно от жира в области живота. Единственный способ убрать этот жир – уменьшить массу тела в целом. И, как правило, единственный способ сделать это – сократить потребление калорий и увеличить их расход. Как не допустить развитие серьезного недуга? Нужно как можно раньше привыкать к правильному питанию и соблюдать его режим, отказываясь от поздних трапез, исключать из рациона продукты с высоким гликемическим индексом. Нужно быть физически активным, например, ходить пешком по лестнице вместо поездок на транспорте, гулять. Помимо привычной активности в день, можно добавлять 30-40 минут дополнительной нагрузки, ходьбы или физических упражнений. Большое спасибо за просмотр! Продолжение следует...